I have ways of blowing things off Довольно большой перерыв Это я оттуда пришел, я так понимаю И мне нужно туда Это тоже я вижу Два, это фонарик, погодите, не то Ай, нет, один Отлично, теперь давай установим Переем передач Наверху этого большого здания Я понял А чем, как, где Нет Тап, да, тап Я тупо забыл управление Так, это у нас вещи, которые остались Два, это у нас воспоминания Получается, вот это мы нашли И вот это нам еще нужно найти У нас в этой локации два воспоминания Я надеюсь, что мы найдем второе Очень надеюсь Так, так, тап, тап Все, я понял, хорошо Кликаем Может быть, придется быстро валить От этих маленьких уродцев Че ж так шумно-то, че ж так шумно-то Да-да Я знал, что так будет Не-не-не-не-не Нет Хорошо, а куда тут можно спрятаться Да-да, я понял Куда тут можно спрятаться Может быть, на этаж ниже спрыгнуть Сейчас, погодите Перед тем, как нажимать Нужно понять, что тут вообще происходит Я тут наверх нигде запрыгнуть не могу А нет, вот тут можно Можно вот так Ну и все Вон туда я нигде не могу запрыгнуть Это мне, возможно, вот здесь Придется от них мансить это типа босс файта я так понимаю да давайте смотреть естественно кат-сцена которая не отменяется которая это прыгнешь ты вообще вообще шло неплохо это 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 хороший план фишка в том что он не может прыгнуть пока на нем зурки висят но каждый раз как ты стряхиваешься нацепляется новый и ты вот этот между alt и space прям хоть двумя пальцами нажимая серьезно так от этих мы быстро избавились хорошо не 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 нет 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 да ну почти ну блин тоже были уже последние почему кнопка прыжка и кнопка сбросить под один палец и хорошо хорошо ладно не унываем я прошивку немножко подзабыл на самом деле можно было бы переставить на кнопку мыши нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет Нет! Уйди! Уйди! Фух Все, к черту вас Прощайте, неудачники Они могут цепляться, но не могут залезть Это прикольно Это изначально и выглядело зловеще Так что согласен Мог ли я что-то в этом всем пропустить? Не до сих пор там Ну как бы, да, давай, я ж не Серьезно? Ладно Хорошо Сохранялочка прошла Что тоже приятно Нет? Фух, ладно Ладно, мы и добрались Установим передатчик на антенну Установлю, установлю Так, отсюда мы потом сможем сбежать Хорошо Отпусти меня А где было... Прежде чем Да я знаю Подожди Да я посмотрю, пожалуйста Будь человеком Я где-то провтыкал второе воспоминание, да? Я здесь нигде не могу забраться Может, кстати, вот это... Нет, ну вот это было бы слишком очевидно Возможно, в этом боссфайте было второе воспоминание Которое я провтыкал Потому что отсюда прямой лифт из этой локации Да, вот это, пожалуйста Теперь продолжает стучать по нервам Если что Я батарейки какие-то принес? Почему оно так зажигается? Я же принес передатчик Ну, хорошо, ладно Нам вон туда Наверное, может быть Не знаю, посмотрим Куда мы... Куда мы сейчас поедем? Минуточку, сейчас... Смотри, какой вид отсюда Выглядит очень красиво Я вспомнил город Он должен был стать убежищем Отчего? Что там наверху случилось? Те огни похожи на звезды Но это всего лишь фонари на герметичной крышке Закрывающие город Люди построили эту оболочку Чтобы защитить себя от аутсайда Но им это дорого обошлось Отсюда выхода нет Аутсайд был ужасным местом Совершенно бесплодным Непригодным для жизни И опасным Если ты пришел оттуда Значит, там снова безопасно Я обещал не просто пойти в аутсайд Я обещал открыть город Я до сих пор не понимаю Почему одни воспоминания Возвращаются ко мне А другие нет Но теперь я уверен Что это мое предназначение Я должен открыть город Давай вернемся и найдем Момо Теперь, когда мы подключили передатчик Можно надеяться на помощь Согласен А, окей Все, это и было второе воспоминание Мы с этим закончили Тогда все хорошо Я немножечко буду запариваться на эту тему Извините, я по-другому не могу Потому что Как же тут красиво Я за эту игру просто реально переживаю Я хочу увидеть, как можно больше пройти Как можно больше Поэтому я буду стараться Трущобы часть вторая Мы сейчас Да, на той же локации Где Хорошо Возможно у нас есть еще шанс Мячик закопан был Мячик закопан был Я заблокировал окно Но код, чтобы его открыть Очень простой Это Будь внимательный Код чувствительный к регистру Увидимся в баре Момо Должно быть это код окна Возле входа Вперед Возле входа Вперед Код реально очень простой Ну вообще элементарный Это еще раз прочитать Но мне это вроде как не надо Хорошо Можно сюда запрыгнуть Это же они Вот Момо справа И вот трое остальных ребят Эти журналы, которых мы находили Это аутсайдеры Так, хорошо Кракен Проблем Сезон 1 Я бы это посмотрел, кстати Выглядит очень многообещающе Back Home 2 Интересно, что у него до сих пор висит вентилятор То есть Те вещи, которыми По идее роботам Ну не надо пользоваться Но они их пооставляли Они пытаются максимально быть похожими на людей Во всем, что они делают Нет, я это не сделаю Ну его нафиг Это я прыгать тоже не буду Код Вот замок для окна А код? Мне кажется, это была буква H Ошибка Прости, ладно Попробуем еще раз Там было O или 0 Сейчас посмотрим Успешно Сработало Момо ждет нас в баре Ну это же Просто идеально Цимметричную форму Да, это мы с вами, по-моему, в прошлый раз уже читали Когда были в городе Я просто стараюсь сейчас Ничего не упустить в его квартире Ладно, все подряд я, наверное, царапать уже не буду Ну потому что мы уже все поцарапали И не по одному разу Так, бар у нас вроде как Вон там находится Мне теперь интересно, кому мне нужно передать Пончо? Пончо? Не пончо? Что это такое? Это такой маленький А, да, он еще автоматизированный Круто Чувак, который здесь лежал Исчез Не то, чтобы он прям исчез Можно полежать, отдохнуть Встаем Просыпайся, просыпайся, котейка Можно, конечно Да, подтянуться надо Ну, конечно Можно сразу ломануться в бар Но раз тут немножечко поменялась локация Я бы хотел походить, посмотреть Давайте каналы пощелкаем Будет что-то еще третье, четвертое появляться или нет? Я хочу ачивку за переключение каналов Ачивка телечат Я его выключил? То есть, ладно Я так понимаю, что это был полный спектр здесь я уже был да это у нас книжный червь так ничего ли я у тебя тут дружище не забыл кроме того что нужно было подрать тебе диван вот этот сейф ладно хорошо видите не зря вернулись телик поклацали красота счастье что еще нужно коту для счастья телик поклацать конечно же о другалек а ты у нас кто что на нем на нем кстати нету пончо о это ты привет выглядишь странными маленьким что-то в тебе есть я очень хочу тебя погладить не могу понять не могу не понимать зачем так показать предмет вот пончик бабушка ясно жаль ты не в пончо но я думал что тебе можно будет его как-то подога это явно кому-то нужно будет подарить но кому я пока что не знаю слушайте ну ладно пойдем тогда вниз бар должен быть вот здесь где-то недалеко уже так привет мама и маленький пушистик где сюда мне удалось поймать сигнал у тебя есть пончо у тебя ты что-то хотел вот это бабушка узнал да 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 к сожалению кстати может за это тоже какую-то ачивку дадут я не знаю да я понял что сюда нам я понял дружище давай посмотрим смогу ли я заставить эту штуку работать давай посмотрим ну хацкер поехали что это такое почти получилось приеме кто-нибудь слышит прием да мы тебя слышим мы из трущоб мы пытаемся отсюда выбраться и погоди это с болтазар мама я не могу поверить я так рад слышит твой голос болтазар ты где остальные в порядке да мы в безопасности мы нашли путь наверх прием ты все еще не слышишь чтоб добраться до нас тебе нужно пройти через канализацию очень опасно везде зурки канализацию но как прием черт сигнал пропал не могу поверить с болтазар жив и ему и другим олсайдером удалось подняться по канализации канализация самое опасное место в трущобах но если с болтазар выжил ты у нас получится я не хочу опять зурков вам ни за что в жизни не пробраться через канализацию там все кишит зурками они быстро с вами расправятся особенно с тобой малыш многие уже пытались в прошлом ничего хорошим ничем хорошим это не закончилось в том случае я тебя предупредил твои дела меня не касаются может такой злой потому что у тебя пончо нет шеймус его отец долг был великим ученым разработал кое-что кое-что новое как а какое-то новое оружие для борьбы с зурками несколько лет назад отправилась тестировать устройство так и не вернулся с тех пор шеймус на совсем сам себя не похож но я понимаю почему шеймус не слушай вам просто напуган как я раньше если так создал оружие это наш пропуск аутсайдер с запись на книжке доктор несколько раз упоминал секретную лабораторию должно быть именно там он от не работа над ним работа над этим работу в квартире шеймуса может быть подсказка за мной новая локация окей поехали я с удовольствием даже я смотрел уже джейкоб работник месяца понял добрый смотрят пойдем за маму нет спасибо спасибо все еще протираешь краску и змеи опять чищи крыльцо магазина хватит прямо на дымах зимних уже негодяй то есть я даже показать вещь никакой не могу пойдем пойдем я с тобой я просто а вот это место я понял я понял вот как мы сюда попадем шеймус открывай нужен хотел бы нам помочь ты это знаешь что же то следовало задача мус очень переживает из-за отца он больше не слышал не хочет слышать об аутсайдерах не он не поможет но вот тебе кажется мне степи подарить ему пончо ладно идея подкинуть меня а а серьезно спасибо вот возьми записанную книжку дока и покажи ее шеймусу записанная книжка три из четырех полученного предмета интересно он содержит много информации которая надеюсь подействует как электрошок найди секретную лабораторию маленький аутсайдер я пойду обратно в бар чтобы попытаться остановить связь остальными в другом случае я бы сказал что ты будешь сидеть и накидывать стопочку за стопочкой в баре но ты робот так что да я думаю что ты будешь искать связь с остальными согласен окей нам туда поехали итак новая локация новые места новая красота я рад и счастлив что с тобой не так ты что здесь делаешь я же говорил пробираться через канализацию самоубийство оставь меня в покое показать предмет записочку давай вот это что это погодит моего папы и не знал наши квартире есть тайная комната но где бабушка узнаю да 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 ребят в вашей квартире есть тайная комната тайка я пошарюсь немножечко я понял я просто первого раза угадал правильное я уроню все потому что я код а это тоже нужно было уронить время покажет 13 00 14 00 а погоди 2 я понял я понял 2 5 1 1 но если мы все минутные стрелки примерно одинаковом месте я сначала потому что я только красный час увидел потому что 1300 типа 1300 будет пароль но здесь все слишком явно четверо часов висят поэтому 2511 скорее всего оба 2511 да хорошо это было очевидно но интересно интересно мне мне нравятся такие загадочки они несложные но они очень классно вписываются во все к себе наблюдение приятные звуки на полное отсутствие дружелюбия старые бактерии человеческих времен попадают все виды материалов совершенное зрение в темноте реагируют на интенсивный свет я понял свет но как они реагируют это их привлекает отвлекает что это с ними делает первый раз вижу эту комнату не могу поверить что ему удалось скрытие от меня все это время схемы должно быть для этого оружия против зурков повседа скрывал на чем он работает он сказал что в теории оружие должно работать но его нужно испытать в временных условиях он ушел из поселка и так и не вернулся я просто пришел скинуть коробку ну вот перевести схема допиши схема дефлюксора концепция световой пистолет низкий приоритет внешний вид размер мощность шума в децибелах высокий приоритет испытание в реальных условиях цель уничтожить 20 зурков все если он будет реально уничтожать по 20 зурков в секунду это решит очень много проблем сенсация робот news внимание контроль над зурками потерян теперь они едят металл это из старых статей это еще с древних времен где-то видимо так нашел здесь что-нибудь интересное я должен найти здесь что нибудь интересное да нашел ясно зачем я коробку переворачивал а во второй что-то было или я просто скинул ну-ка подожди 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 ну давай покажем эту штуку да вот сломанный трекер погоди я раньше же видел это его трекер по вседа пользу использовал трекер чтобы видеть где нахожусь может мы сможем перепрограммировать треки что понять куда он ушел не могу поверить что папа все еще может быть жив я так скучал по нему тебе нужно оружие против зурков верно мой папа точно взял его с собой но я понял мы ищем батю и наверное с него забираем пушку нужно только починить трекер чтобы его найти кто-нибудь строчек кто-нибудь трущобах поможет иди за я открою тебе дверь а то есть иди за мной иди нафиг не мешай это новая лока интересная но я все так же беспокоюсь насчет воспоминаний где его взять так это мы прочитали это мы посмотрели возможно здесь тоже можно было что-то нет нет шеймус красавчик да 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 время покажет теперь да я иду 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 все спасибо дверь за мной закрывать собрался для кого я пончо сделал вот что мне интересно я ж блин уйду мне просто постоянно нет я просто постоянно такое ощущение что с этим пончо будет связано как раз и последние воспоминания еще и ноты да 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 это мы уже выполнили хорошо ты у нас меняльщик прачечный супер спирит дизайнер бабушка программист эллиот а программист эллиот кстати возможно он сможет нам помочь ну или же чувак из бара но я бы все таки ищу работу способную контролировать южный вход в безопасную зону вознаграждение два литра масла судьба в день просьба обращаться к хранителю по-моему вот это объявление еще не видел звучит многообещающее два литра масла рози а тебе не холодно тут значит если сегодня это вчерашний завтра то завтра будет вчерашний сегодня так время странная штука мы не стареем как наши предки да так вот это тебе не нужно тебе не нужно к сожалению я все-таки ищу где бы завершить этот квест черти это место откуда я пришел ну-ка ты у нас у погоди рип химанс покойтесь с миром люди люди были первыми обязательно этих мест похоже они все мертвы как думаешь как вы это быть мертвым я это не хочу знать я биологический вид знаю это глупый вопрос с моей стороны действительно ли они приобрели покой обрету ли я покой когда умру я не знаю что смерть значит для и и прости не хотел потратили портить настроение пойдем дальше у хорошо что я наконец-то обрел покой серьезно я переживал из-за этого воспоминания и я не знаю почему сюда раньше не заходил тут этот автомат кстати этот автомат не рабочий с другой стороны мне для этой зоны покупать то больше ничего не надо ладно где у нас программ это то место откуда шеймус ты серьезно я мог просто пойти сюда и получить последние воспоминания а я пошел от и вот это моя удача я просто пошел от него в обратную сторону и чуть чуть не профукал все так мне же нужен был программист погодите да 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 а прогер у нас так это бар давайте я спрошу него может быть он что-то сможет ну-ка получается станет связь ног показать предмет вот этот вот интересует устройство но интересно строить на полом может кто-нибудь в поселке может тебе его починить и спрашивал в баре а мы мы в паре карл джекоб ты снегки чем могу помочь ну-ка вот это вот такой красивый предмет я редко и редкий к тому же я парни который чинит подобные вещи он очень талантлив просто немного ну сам увидишь его зовут эллиот в офис находится слева отсюда рядом с магазин которые заведут бабушка на двери повсюду висят таблички но я же сказал что мне нужен прогер эллиот я изначально к нему и шел просто я почему-то заблудился и не смог его найти налево от меня это вот здесь да это вот здесь все программист стучите в дверь и ждите пока вам откроют постучал откройте извини чувак надо ждать пока отсядешь настоящий ипохондрик таких осталось немного этому передалось от наших предков если хочешь чтобы он взялся за работу лучше принеси ему какую-нибудь одежду это его за все теперь я помню к чему это было вот для кого я искал пончо пойдем чем могу помочь отличный трекер я знаю эту модель это тахима br2000 с помощью этого маленького гаджета можно следить любого можно а знак его починить то когда так дрожит даже клавиатура поясни могу не знаю заболела или что-то еще но чувствую себя неважно я не могу работать когда так дрожит думаю мне нужно одеяло чтобы я мог починить трекер где-то нашел выглядит просто потрясающе так примере фух все сошлось смотри да уж пошла я снова могу работать спасибо и теперь я точно смогу починить твой трекер взглянуть просто нужно обновить и еще кое-что тут вуаля получен новый предмет починить трекер ну вот малыш надеюсь найдешь того кого ищешь удачи спасибо тебе дружище блин просто серия в которой все сложилось о катапульта но вы помните вот это окно через которое ну где я пропрыгал я пошел туда вот вниз в бар а мне нужно было сюда в общем то тут все близко но заблудиться очень легко и теперь меня к шеймусу или к вот этому дружище ну-ка получается связь да 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 вот на вот это довольно проникте технология так все-таки к шеймусу да хорошо сейчас я вспомнил где шеймус так это бабулька вязальник этот дружище который этот вот здесь по моему шеймус да вот он тебе удалось починить трекер получилось ты его починил молодец то что ну давай отследим твоего батю есть сигнал мы действительно жив могу это поверить будем следовать трекеру может быть так мы его мы его и найдем что-то у меня такое ощущение что мы найдем его но не в рабочем состоянии взял краску растопчет разнесет сейчас по всему кварталу видите мои предположения были ошибочно насчет того что последнее воспоминание будет связано с вот этим пончо нет пончо нам оказалось необходимо для прохождения дальше а последнее воспоминание просто было на стене и я просто ходил мимо него очень жаль растения на кота это мы смотрели в предыдущие ли за придут стой подожди . хочу с хранителем поболтать две секунды сейчас я вернусь подожди пожалуйста не уходи стоят и у нас только взгляни на все эти замечательные вещи которые падают нашу наш мусор несметные сокровища теперь я навести меняльщика у него все наносит что-то для каждого но у меня чека я по моему все уже вы менялся что что можно было да да и воспоминания и пончо и все хорошо тут ничего новая все-таки хранитель а где а вот хранитель ты потерялся тебе что-нибудь нужно тренируется нет ясно я просто видел там объявление по найму не то чтобы я наняться хотел но ясно шеймус виде давай дружище это вот та дверь которую не открывать ну вот он действительно ушел из трущоб там опасно я должен быть уверен мне нужно знать вперед ну вот мы покидаем эту зону но знает раз я покидаю ее со спокойным сердцем потому что я знаю что я сделал здесь абсолютно все что мог сделать пойдем только не забудь закрыть елки смотри сколько там я и зурков вот этих вот да дверь ты закрыл молодец хорошо секунду что интересно не прошло сохранение оно было недавно но не сейчас а вот он и прошло ладно ребятушки тогда я предлагаю на этом моменте закончить получается вроде немножечко короче чем прошлые разы но такой удачный лаконичный момент дальше уже пойдем исследовать эту локацию следующей серии покажет спасибо что были с нами всем удачи добра бобра всем молодушек всем покида а Субтитры подогнал «Симон»